Парк Дружбы С утра начинаются все работы на катках. Оптимальная температура, самая оптимальная и для заливки, и для катания, это в районе минус 10 градусов. Это комфортно ощущается и тем, кто присутствует на льду, комфортно и работникам, комфортно и технике. Перед заливкой на площадку выходят рабочие с лопатами, чтобы убрать все до последней снежинки. Дело не из легких, но, по словам рабочего Натальи Житовой, награда за труд – бодрость духа и крепкое здоровье. Несколько камазов, то камаз точно мы чистим, если вот снег тогда. Сегодня вот пушистый снег хорошо кидается, а когда вот он лежался, его тяжело, конечно, кидать. Ну мы со спортсменами, наверное, можем потягаться. У них быстрота, у нас выносливость. Поливальные машины объезжают ледовую колду по спирали, так чтобы вода попала на каждый участок поверхности. На улице минус 20, и лед всхватывается моментально. Далее предстоит шлифовка, и обновленная поверхность готова принять посетителей. Сквер Фадеев был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году. По просьбам жителей поставили ледовую коробку, которая, как и те, что открыты на площади Куйбышева, стоит на обслуживании предприятия «Спецремстройзеленхоз». Ежедневный уход, подметание и заливка, и тогда каток будет ровный. Ну мы относимся тщательно, конечно, стараемся, чтобы люди испытывали удовольствие от катания на катке, чтобы он был не шершавый, гладкий. Но жители довольны, и детвора тут играют в хоккей. Здесь соревнования устраивают, и местные микрорайоны. Мальчишек, радостный народ, коньками звучно режет лед. Энциклопедия русской жизни на все времена. Правда, на ледовой арене девчонки тоже не теряются. Но в отличие от классики 19 века, катание проходит под руководством общественного тренера. Светлана Серединская, специалист с 30-летним стажем. Комплекс упражнений начинается в спортивном зале с общеукрепляющих занятий. Только после этого молодежь ставит на лед. Инструктор по спорту проводит занятия в Куйбышевском районе на площадке «Новый рубеж» в выходные дни. Комплексное благоустройство здесь завершилось в прошлом году в рамках губернаторского проекта «Содействие». Прекрасный лед. Дети занимаются с удовольствием. В субботу и воскресенье приходят целыми семьями и взрослые. Обучаем азам фигурного катания. В общем, всем нравится посещаемость. Практически, вот видите, каток заполнен детьми. Ледовые дружины выходят на арену в свободное от учебы время. Когда-то эти ребята учились вместе в одной школе. Теперь они студенты, разъехались по разным колледжам. Но остались верными команде детства. Тем более, что покорять хоккей им помогает профессиональный наставник. Если посмотреть на ребят, которые катаются, то есть там у кого-то полная форма, кто-то одевает минимум щитки, краги, ну там шлем самое обязательное и катаются. То есть, ну, говорить о том, что эти ребята станут профессиональными хоккеистами, тут не приходится. Просто это для спорт, для души, для здоровья, для того, чтобы ребята не забывали, что помимо компьютерной виртуальной реальности, есть еще самое обычное, вот, каток, клюшка, то, как мы проводили детство свое. Из зимних видов спорта хоккей – самая популярная игра. Благо, что в России климат способствует его развитию. Кто знает, может быть, именно эта площадка станет стартовой для олимпийского чемпиона. А для всех остальных ребят важен другой олимпийский принцип – главное участие. Развивать физическую силу в частности, вот, выносливость тоже хорошо вырабатывается. И вообще, ну, приятно заниматься им. Если вот ты хочешь им заниматься, вот, то ты им и будешь, как и я вот начал. Всего в Самаре сегодня открыто порядка 120 катков под открытым небом. Все они работают бесплатно, у кого нет коньков, могут взять на прокат. Важно, что в каждом районе все любители активного образа жизни могут оторваться от быта и компьютера, прийти сюда и провести время с пользой для души и тела. Олег Зверев, Николай Сидоров. События.